Тяжелое детство деревянной игрушки. Помните эту фразу? Так вот, на самом деле на Руси деревянные игрушки, конечно, были, но исключительно такие выразительные. Представленные на выставке созданы современными авторами, которые старались сделать их максимально похожими на те, в которые играли дети древности. Если куклы, то магические, если глиняные свистульки, то звонкие и расписные. Каждая имела свой смысл. Вообще народное искусство настоящее. Оно простое, наивное, очень реальное и очень настоящее в том плане, что оно обращается прежде всего к чувствам человека. Не к интеллекту, не к знаниям, а оно как раз пилирует к душе. Игрушки с душой, да еще и полезные. Вот, например, ширкунок, прообраз нынешней погремушки. Обрядовая игрушка защищала младенца от злых духов. Внутри гремели не пластиковые шарики, а сухой горох. Тряпичная кукла тоже была со своими секретами. Клали сухую траву, ромашку, мяту, мерису. Ребенок, играя в игрушку, он дышал и тем самым становился здоровее. Это были еще и полезные игрушки. Яркая и нарядная русская народная кукла стала настоящей королевой выставки. Кстати, прикоснуться к сказочному миру детской игры разных веков можно будет до конца марта. Причем экспонаты разрешено не только смотреть и трогать, ими можно играть. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. День с толком.